Ребята, в общем, у парня улетел Мавик, меня попросили помочь с поисками. Сейчас попробуем. Здорово. Привет. Грито. Андрей. Очень приятно. Ну, расскажи. Ничего, мы летал вчера, Мавик сказал мне дисконнект, вот, и решил не пересоединиться к культуру. И все, в принципе. А ты летал уже ночью? Ну, уже темнело. Ну, садись. Давай, поехали. Поехал на этот штаб, летаю, ничего не предвещало беды. Проблема была в том, что я Мавика немножко послал нафиг, когда он мне сказал, эй, парень, надо домой лететь, потому что батарейка садится. Но в тот момент я снимал панораму, вот, и хотелось ее заснять. И в один момент он отсоединился от пульта, пропала картинка. Все, и минут пять или десять, я не знаю уже, сколько это по времени было. Появляются огоньки, и он мимо меня такой пролетает, медленно-медленно летит в двадцати метрах надо мной и улетает в сторону Пятигорска. Ну, в общем, смотрите, какая ситуация. Для возврата домой недостаточная энергии, срочно возвращайтесь. Андрей проигнорировал. Мавик через минуту буквально перешел в режим возврата домой автоматически, потому что для возврата домой ему уже не хватало энергии. И Андрей перехватил управление и продолжил съемку панорамы. После чего, как бы, завершил съемку панорамы, оставалось уже 26% энергии. Видимо, в настройках выставлено так, что на 26% он уже начинает садиться. Вероятно, честно не знаю почему, может быть, просто из-за того, что ему не хватало энергии домой уже 100%, он просто начал по логу садиться там, где он находился. Ну, и видно, что горизонтальное положение его не меняется, а вертикальное снижение на протяжении 30-40 секунд, и затем он потерял связь. То есть, либо сел в ветки, либо просто уже скрылся за рельефом, и связь с пультом потеряна, дальше лог не писался. Сам аппарат находился за рельефом, то есть, не в прямой видимости. Андрей находился почти в 500 метрах внизу, а аппарат по другую сторону от вершины, одной из вершин Бештау, так называемого Бастиона. Ну, и сегодня придется нам туда подняться. Координаты мы нашли. Сейчас забьем в навигатор и попробуем пройтись туда. У меня есть большая уверенность, что мы его найдем именно там. Окей, но почему, когда пролетал тот Майя, который я видел, он летел очень медленно, и такое ощущение было, что его сносило ветром. Тупо, прямо, вот так вот, далеко-далеко, я ему махал ручкой. Вот, и он свой курс вообще никак не менял. Ну, ты знаешь, в твоем случае лучше надеяться, что... Он там. Это злая ирония, да, и прав я. Ну, а там мы увидим. Погнали. Поверь мне, я местный. Я предлагаю сейчас сходить туда, вот. Ну, я тебе не советую, потому что мы не поедем. Это дороги к урановым стольням. Раньше тут добывали уран, и тут порядка 60 бельтолин. Вся бельтолист, пищевина, различными тоннелями. Кажется, спега немножко течет. По-моему, мое предложение пойти пешком было рационально, да? Все, оставляй здесь, пойдем пешком. А то не хватало еще одну спасательную операцию за машиной, да? Сюда даже эвакуатор не проедет. Слушай, ну, по-моему, кто-то уже ходил, искал твой кофтер. Не, ну, он, слава богу, не прям на тропинке упал. Еще 240 метров. Ребят, ночью написал Роме, то, что вот такая ерунда, коптер потерял. Человек утром встал, со мной поехал. Вот, прикиньте, мир не без добрых людей. 70 метров прямо. Слушай, тут такое чувство, что реально кто-то твой коптер ходил, искал, потому что следы разворачиваются и уходят в обратную сторону. Ты никому логи не скидывал? И такое чувство, что след от твоего коптера вот он, и его кто-то утащил. Смотри. Смотри. Охренеть, Риди. Смотри, что я нашел. От пропеллера. Охренеть, лопасть. Вот такая вот конитей, ребят. Место падения нашли, но коптера уже нет. Упал вчера ночью, сегодня утром его уже нет на месте. Слушай, ну его по-любому толкнут, да? И он может появиться. Да, будут на Авито, наверное, его продавать. Надо будет выслеживать. Да, с коей слой выслеживать. Ну да, ты даже не докажешь. Но единственное, что здесь у тебя чеки сохранились. Ну подожди, слушай, мы снимаем всю дорогу, как мы ищем коптер. Ребят, вы не поверите просто. Это не подстава. Мы на полном серьезе сидим уже, начали обзванивать, думать. Потому что кто-то нашел этот коптер. Вот человек приходит, говорит. Показывайте. Кто-то пожелал остаться. Хорошо, ну расскажи хотя бы, пожалуйста. Меня Гриша зовут. Саня. Как произошло? Как произошло это так? Сидел день. По времени было... Врать не буду, но было уже прилично темно. Ну да. Я спускался оттуда. Вот с этого бугра. Машина на кольцевой, все видно. Смотрю, красный огонек. Я думал, через бугор видно машина на кольцевой. Да ну мало ли, огонек огонек. Спускаюсь ниже, он горит все время. И горит, и горит. Потом смотрю, нет, огонек здесь. Посвистел ни людей, ни кого. Он думал, мало ли этот бугор палатки ставит. Тишина. Ну все, значит надо идти. Что-то лежит. Я подошел, вот только начал подыматься. Все, нет огонька. Думаю, ну блин. Дойду все равно выше, на всякий случай. Ну вот, буквально подхожу сюда. Он пик и погас. Я только успел увидеть, что вот там вот. Просто, о, лежи. Все, я пришел, объявление выложил везде. В Биштау, там, ВКонтакте. Как мы не увидели, блин, вот пожары. Думаю, ну ладно. Может кто найдется. Ну вот. А сегодня я поеду, смотрю, он же без плафона. Думал, нет, надо идти. Плафон поискать. Плафон поискать. И вот мы пересеклись. Народ, бывает такое, представляете, что человек пришел, человек, который его нашел, пришел на это же место, чтобы поискать собчасти от него, которые не хватает. Оказывается, выложил объявление, мы их не видели в соцсетях. Так что, сегодня хозяин его найдет. Для меня ситуация такая, что, смотрите, ну Андрея я лично не знаю, у нас есть общий друг, который ему посоветовал обратиться ко мне, чтобы я помог с поисками. Вот. Ну и Андрей тут по пути мне добрых слов много, что я тут подорвался, да, и пошел помогать. А я иду и думаю, ну когда точнее увидел эти следы, поняли, что коптер кто-то забрал. Я думаю, вот ситуация, реально, мне кинули логи, и человек подумает, что, ну я просто ночью сходил, его сам забрал. Даже мысли не было. Ну, наверное, мне кажется, в других регионах могло именно так быть, да? Вот, а у нас, ну вот, вот так удивительно, вот такое удивительное везение сработало, потому что мало того, что человек пришел в то же самое время, который его нашел, это реально все похоже на какую-то большую подставу, но у нас оно так и бывает. Записали номер телефона, вечером увидимся с Александром и заберем коптер за Магарыч. Если бы я потерял его. Но признай, что прав был именно я, он прилетел сюда и начал автоматически садиться. Вот, чей был? Ну, верь, я тебе сказал, что... Может быть, тот тоже? Тут мориков довольно много. Слушай, нифига себе, у нас оказывается зима, смотри, снег есть. Я дома сижу, я видел, что у нас тут сугробы. Надо подбираться, поделиться. Вот оказывается, Саша, который нашел коптер, говорит, что он на мотоцикле, говорит, будете идти, его увидите. Вот он, оказывается. Он мимо меня вчера проехал. Смотри, штыри, это урановые штольни здесь под нами. Здесь, походу, взрывали, поход, штольни. Сашин мод. Походу, Саша купит себе другой мотоцикл. Смога-рыча, который ему Андрей даст. Моя прелесть. Может, вверх не такой, подбирем. В общем, Андрей прислал мне... логи полета. Для того, чтобы посмотреть и найти коптер, нужно зарегистрироваться на сайте airdata.com. Затем зайти в личный кабинет, раздел upload, и загрузить, либо перетащить Dragon Drop, либо загрузить сюда файл из папки Flight Records по времени последнего полета. И теперь мы видим маршрут полета. То есть, Андрей взлетел с этой точки, вот, прописалась дочка дома, взлетел с этой точки, полетал здесь. И вот он, его полет. Здесь он прерывался. Вот даже есть фотографии крепкие. Вот детали полета. В разделе заметок как раз видна подробная информация. Можно проанализировать весь полет. То есть, вот, все, что происходило с коптером. Заряд батареи 100%. Это еще он не оторвался от земли. Высота отедут, высота 0 футов, дистанция 0 футов, дистанция от точки дома. Что он тут писал? Ну, в режиме GPS произошел взлет. 90% батарея, 80% батарея, 40% батарея. Нас сейчас интересует именно лоулинг. Так, это неинтересно. Вот здесь он говорит, что достигнута максимальная высота полета. Он взлетел на 1630 футов. Ну, это получается 500 метров примерно. То есть, ограничение достигнуто от точки взлета. В этот момент у него было, ну, приемлем, 70% батареи. То есть, здесь он на 1630 футов. Андрей прислал мне лоббик полета, для того, чтобы посмотреть и аймкоптера нужно регистрировать по картам airdata.com моментов и смотреть на карты, где он был в данный момент. Что произошло? Вот предупреждение, что заряда батареи достаточно только для возвращения домой. Return to Home RTH и коптер автоматически начинает возврат modbound home здесь получается, Андрей перехватывает управление GPS-сайте. Коптер опять предупреждает, что батареи достаточно только для возврата домой. Но Андрей продолжает перехватывает управление, начинает снимать очередную панораму, завершение панорамы. Так, панораму снимает, завершил съемку панорамы. К тому времени батарея остается уже всего 30%. и коптер критично низкий заряд батареи коптер начинает приземление лендинг. При этом Андрей уверен, что он видел, как коптер пролетает, но он объяснил направление и в принципе коптер не полетел в направлении его, потому что видно было, что вот здесь точка взлета, вот здесь его завершающая позиция, причем видно было, что когда он начал возврат домой, вот он столько именно в направлении, в правильном направлении возврата домой по прямой линии начал двигаться, потом Андрей прервал возврат и вот здесь сделал еще одну панораму и здесь в принципе он и сел. И в деталях можно увидеть это точка, на которую он взлетел и вот она координаты точки, на которой он приземлился. В принципе этих координат достаточно, чтобы найти коптер.